Навигатор Александр Мраморнов Александр Мраморнов Александр Мраморнов Она стремилась после смерти своей доченьки Аллы Рихтер в память о ней сделать так, чтобы все дети окрестных сел и, прежде всего, ее имение получали бы, вне зависимости от своего социального статуса, от своего материального достатка, хорошее начальное образование. Но, на самом деле, ей удалось создать этот заповедник образования, и буквально практически сто лет после того, как проходила ее деятельность, люди и в селе, и за его пределами помнили о том, что она делала, о тех ее достижениях. Ну и, конечно, вот в тех зданиях и строениях, которые она соорудила в Потловке для этого всего дела и для себя, и для церкви, и для народа, вся эта память тоже осталась. К сожалению, у нас в прошлом году в страшном пожаре погиб и усадивный дом, но мы надеемся этот дом тоже, как и храм Святой Аллы, возродить и сделать в нем Свято-Успенский дом трудолюбия, по образцу домов трудолюбия, который до революции открывал Иван Кронштадтский и его последователи во многих епархиях русской церкви, и эти дома трудолюбия служили на благо людей. А что это такое дом трудолюбия? Это для того времени, это было место, где люди, может быть, потерявшие какую-то свою социальную ориентацию или трудовую, могли ее вновь обрести, то есть получить либо профессию, либо восполнить недостаток образования, либо какое-то время пожить в убежище, если они находятся в каком-то сотруднительном положении. А в наше время, наверное, такой дом трудолюбия должен создаваться в виде социального центра или центра социальной адаптации. То есть в этом смысле храм Святой Аллы хочет положить основание, может быть, первый кирпичик в организацию своей социальной деятельности. И как всероссийская святыня, я надеюсь, эта социальная деятельность может быть поддержана многими людьми, и в том числе таких людей мы ждем на нынешний волонтерский лагерь. Но наша деятельность, в общем, не уникальна, потому что много кто в России занимается похожим, но в данной точке мы стараемся сделать так, чтобы это именно место, это сельское место стало цветущим. И, в общем, чтобы туда приехали какие-то в том числе новые силы. Вот в одной из деревень нашего прихода мы планируем сделать эко-поселение, куда, может быть, те из людей, которые однажды приедут к нам в волонтерский лагерь, потом захотят там тоже поселиться, сделать собственное хозяйство. И вот так вот в гармонии с природой и в таком благословенном труде проводить свою жизнь, потому что, на самом деле, что может быть лучше такой жизни. А скажите, как вас найти, если кто-то из наших слушателей в эти дни, с 25 по 28 августа, захочет к вам присоединиться, что делать? Это делать очень легко. Мы есть в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбуке. Можно найти группу Храма Святой Аллы, и там мы публикуем всю подробную информацию. Ну и можно позвонить за справочной информацией на наш телефон 8-916-734-97-38, и мы на все волнующие вопросы ответим, безусловно. Так, еще раз номер телефона, если позволите, я тут записала. 916-734-97-38. Все правильно? Да, ждем всех неравнодушных к восстановлению села русского и к христианскому просвещению нашей русской глубинки. Спасибо. Александр Мраморонов, инициатор восстановления Храма Святой Мученицы Аллы в селе Старая Потловка Пензенской области, был с нами на связи по телефону. Спасибо. До свидания.